Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас микроавтобус Toyota Talnice, нового 2000-го, по-моему, 2001 года выпуска, двигатель 3S, автомат. На этом автобусе мы сегодня заменим в коробке масло. Масло мы будем использовать не оригинальное, а будем использовать, по-моему, Татачи. Масло фирмы Татачи, тип Т4, с заменой фильтра. Для этого мы сейчас поднимаем автобус, сливаем масло и снимаем поддон. Приступаем! Татачи, тип Татачи. Вот такая у нас приключилась неприятность. А в предыдущей замене масла, ребята, видать, кто менял. Закрутили пробку не по резьбе и загнали ее таким макаром, что провернули нашу, ну, там внутри приваренная резьбовая, приварена гайка с резьбой. Ее сейчас начали выкручивать, она оторвалась, пробка не крутилась, пытался ее гонять туда-сюда, но в итоге она все равно оторвалась. Какие наши теперь действия? Я выкачал масло, экспресс-замены масла через щуп. Теперь откручиваем поддон, снимаем его. Это вот остатки масла капают, которые там у нас остались. И будем срезать от этого пробку и варивать новую резьбу. Откручиваем поддон. Здесь два болтика осталось и снимаем его. Приклеился на прокладке, сейчас возьму отвертку. Да, тут как всегда непредвиденные вещи. Так, оторвал поддон. Выводим трубку. Остатки масла, которые в фильтре у нас есть. Сейчас еще фильтр открутим, еще маленько подтечет. Ну, что могу сказать. Поддон чистый, у машины 220 тысяч пробег. Даже магниты чистые, центральные немножко есть, вот как видно, но в целом чистый. Снимаем фильтр. Фильтр здесь у нас крепится тремя болтами, но фильтр сетчатый. Металлическая сетка, поэтому его можно даже было и не брать новый, а промыть этот. Ну, бывает, промахиваемся. Информации нет. Поэтому на будущее уже многие могут знать. Фильтр чуть-чуть ослабился и прибежало масло. Отноширяем магнит. КОНЕЦ Сетка, как видно, чистая Так, вот такой у нас набор ZIGMAR Z1523R Идет в комплекте Фильтр и прокладка Достаем Фильтр Берем фильтр И прикручиваем его На место Здесь пробковые прокладки Они и тут приклеены Сначала наживляем все болты А потом уже протягиваем Все, теперь Выкручиваем пробочку с поддона Вот такая картина Не резьба оторвалась А пробки прокручиваются в резьбе Наполовину легко Сейчас попробуем ее Напреченье И выкрутить Посмотрим в каком состоянии у нас Резьба на поддоне Может быть Получится ее прогнать И восстановить Вот вытянул болт Вот так он выглядит Болт короткий Усилие большое сделали И все порвали И на болту резьбу порвали И здесь резьбу порвали Сейчас посмотрим Если у нас получится Сегодня у нас суббота Найдем, не найдем Где резьбу нарезать Если не получится резьбу нарезать Мы просто возьмем Болт Через прокладку Гайкой затянем А если получится То Нарежем Взял метчик Прогнал резьбу Немножко она у нас Осталась живая Пробка это Все Она уже Мертвая Поэтому я взял Болт Обычный болт И на нем С пресс-шайбой Обрезал его по длине Вот такой вот Сейчас я его обезжирю И на герметик посажу Здесь мы уже откручивать не будем Потому что будем дальше Замену масла делать Только там сделаем ее С экспресс-замены Намазал герметиком Снизу, сверху И Вкручиваем его На место Свою функцию Он выполнять будет Вот видно у нас И из-под шляпки И из-под шайбы Герметик выступил Сильно мы его затягивать не будем Чуть-чуть Подтянем Чтоб он у нас держал И пусть он у нас Сидит Ставим поддон Так Устанавливаем поддон Протер Прилегающую Вот эту площадь Нашу Где прокладка ложится Положил прокладку Прокладка у нас пробковая И Берем Наживляем Болтики Вставляем трубку Болтики Болтики Пока не подтягиваем Просто Наживляем Все болтики Потому что прокладка Новая Отверстия Немножко у ней Смещены И чтоб ее Равномерно поджать Для этого Мы ее выравниваем Всеми болтами Вот как здесь видно Она немножко Двигается Продолжаем Все Наживил все болты Чуть-чуть их От руки поджал Теперь берем И Потихонечку Крест-накрест Продолжаем Подтягивать Прокладка здесь пробковая Поэтому Сильно не тяните Поджимайте достаточно Но не сильно Затягиваем Ну все Поддон мы протянули Теперь мы устанавливаем На место стабилизатор И опускаем автомобиль Вот у нас Снизу Под впускным коллектором Стоит Трубка Под щуп Щуп мы вытащили Кстати На щупе тоже написана Маркировка масла Тип Т4 Использовать мы будем Как я и говорил Масло Татачи Тип Т4 А если заказывать Его номер Идет у него Татачи Татачи Как у оригинального масла 45 623 74 69 10 25 Вот это длинный номер Четырехлитровая банка Открываем И заливаем Я одел шланг Вот такой с воронкой Сейчас беру И через воронку заливаем Залил масло Вытаскиваем шланг И заводим автомобиль Прогреваем автомобиль Маленько Ну в принципе Там на щупе две метки На холодную На горячую Предварительно мерим Сухо Заливаем Заливаем Надолил Еще масло Двигатель Прогрет Вот у нас На горячую Между метками Здесь на щупе Тоже написано Маркировка Тип Т4 Все Масло у нас уровень Все нормально На этом Замену Масла И масляного Фильтра В коробке Автомат Мы закончим Всего вам доброго Продолжение следует... Продолжение следует...